Здравствуйте! В эфире Центр Э на Засекин ТВ. Центр Э – центр энциклопедистов, экспансионистов, эмоциональных людей, центр экспертизы. Но сегодня у нас не совсем Центр Э даже, а Центр Ю. У нас в гостях сегодня представитель правления Института современного развития, вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. Здравствуйте! Добрый день! Первый вопрос, наверное, должен быть экономический, о прогнозах сразу он должен быть. Что сейчас происходит с Россией и что с ней будет в ближайшие 5-10 лет? Такой, казалось бы, простой вопрос. Сейчас происходит не самое плохое, потому что мы все-таки еще растем темпом 3,5% в год. А дальше будет происходить сложнее, потому что, с одной стороны, этих темпов нам недостаточно в связи со всеми теми неотзывными обязательствами, которые и президент, и правительство сделали в отношении пенсионеров, бюджетников, военных, обороны. Этих темпов явно недостаточно. Поэтому или нам надо как-то приращивать темп своего роста, промышленное производство, сферу услуг и все остальное, или сокращать обязательства. А это очень сложно. Вы знаете, что такое секвестр в социальном смысле. Игорь Юрьевич, общественное развитие, есть сочетание такое, при всех этих обязательствах оно, на мой взгляд, вообще невозможно. Потому что, когда общество получает, сугубо получает, то есть оно подвержено таким патерналистским настроениям, то есть мы же все ждем, ждем от власти. Я не хотел использовать это слово. И получается, когда такое иждивенческие настроения, раз уж Сергей это сказал, то ни о каком общественном развитии, на мой взгляд, речи идти не может. То есть как можно оценивать эти перспективы общественного развития? Сегодня, я просто поясню для наших телезрителей, что, значит, сегодня проходит школа гражданских лидеров, и говорят, в общем-то, как раз о том, что у нас будет демократия, будет ли она, будет гражданское общество, будет ли оно. И, соответственно, вот это общественное развитие, да, и гражданское общество, и демократия, они у нас будут. — Есть различные этапы развития общества. В этом смысле ничего такого катастрофичного не было бы, если был бы намечен вектор точно к этому пути. Мы сейчас пока подмораживаем в силу таких-то, таких-то и таких-то причин. — Если бы мы знали, куда мы идем. — Если бы мы знали, куда мы идем, и конечным целью было бы то общество, о котором вы говорите, свободное, развитое, граждански ориентированное, ответственное, с демократическими институтами. — А временно, для того, чтобы туда прийти и скорректировать линию, мы вводим госкапитализм, управляемую демократию, вертикаль власти. Но мы понимаем, что это временно. Так действовал Ликван Ю в Сингапуре, так действовали австрийцы после денацификации. Именно в результате этого Пиночет создал довольно интересную модель. Но вот сейчас не видно. Сейчас, мне кажется, что в том состоянии, в котором находится наша надстройка политическая, уж точно совершенно наш парламент, который становится, по-моему, угрозой существования общества, вот этого не видно, этой перспективы не видно. Но за нее надо бороться. Вот люди совершенно неравнодушные собрались, по-моему, готовы бороться. — Игорь Юрьевич, ну вот мы говорим о неком движении, но пока же можно говорить о неком даже отступлении по сравнению с 90-ми годами. — Реакция абсолютно, да. — Вот там были ошибки и нарушения, может, они привели и к нынешним, когда говорят, вот ради этого можно в 90-м году немножко подмухлевать, вот ради этого можно быстрее, чуть-чуть несправедливо, нечестно приватизировать. Я вот о чем хочу. Вы являетесь лицом российской буржуазии, российского бизнеса, предпринимательства. — Я бы сказал, что может быть мозгом. — Все-таки и лицом, да, потому что мозгом бы являлся победитель. — Вы на меня навешали такую ответственность. — Если бы мы дали возможность для себя как-то транслировать активнее, пока только лицом. Не считаете ли вы, что до известной степени новая российская буржуазия, неважно, владельцы собственности или те, кто понимает и мечтает об этом, как Гайдар Чубайс, виноваты в значительной степени тем, что как политическая сила у нас до бизнеса буржуазии не появилась. Она не появилась до революции 1917 года, мне кажется, это привело к революции 1917 года. И в 90-е годы не появилась настоящей политической партии, которая бы объединяла бизнес. Почему этого не произошло? Возможно ли, чтобы это произошло? И вот то, что делает Прохоров, не является ли такой симуляцией, иногда может быть очень опасной симуляцией? То, что это возможно, это точно. То, что это займет некоторое время, 100%. То, что если мы из библейских канонных сходим, что было, то будет. Значит, вот 40 лет должно пройти, 20 прошло, надеемся, что из 20 будет. В настоящий момент самым перспективным проектом, с моей точки зрения, является Кудринский комитет гражданских инициатив. В связи с тем, что он пытается умеренность и толерантность совместить с совершенно непреложными правилами борьбы за свободу. Удастся, не удастся, это другой вопрос. Прохорову не буду комментировать, потому что до конца он мне не ясен. Он сделал два фальстарта. Если вот этот последний, я был на съезде, довольно впечатляет. Там масса людей, которая в него поверила, она впечатляет. Если он даст возможность им соорганизоваться и будет помогать и материально, так сказать, и своими связями, возможно, и из этого что-то получится. Тогда синергия Прохоров-Кудрин – это интересная вещь. Но уже есть у Прохорову несколько инициатив, вне зависимости от того, на что вы намекаете. Кремлевский проект, не Кремлевский. Но вот инициатива по поводу того, что, скажем, наша страна должна быть не федеративной, а практически унитарной, это, я думаю, вызовет такую реакцию в Поволжье, включая ваши соседи в Казахстане. В Татарстане. В Татарстане, в Башкортостане, Якутии и так далее. Что я не знаю, какова политическая будущность этого человека. Возвращаясь к вопросу номер один. Кто виноват? Ну, все мы виноваты, безусловно, мы все виноваты. Виноваты коммунисты, не понявшие, что им пора делать, стал демократами. Они вызывали суперреакцию, в том числе по их подавлению, недемократическим путем, неокрепших либералов и так далее. Разбираться в этой мешанине русской истории, сейчас у нас просто времени нет. Виноваты абсолютно все. Что делать, более-менее понятно. Это даже признано национальным лидером, что идем-то все-таки к демократии, к рыночной экономике и к тому, как другие люди живут. Но на этом пути у нас есть пару-тройку развилок, которые мы можем пройти очень негативно. Включая, предположим, внешнее позиционирование, куда нас сейчас подталкивают и американцы, и Европейский Союз, то есть Китаю. Не хотя этого, но подталкивают по факту. Объединившись с Китаем, приблизительно можно себе представить, что произойдет, если Китай вступит в столкновение с Америкой. То есть нас опять оттолкнут из европейского цивилизованного пути в нашу, назовем, как ее Владимир Ильич называл Ленин, азиатчину. И тогда все наши надежды опять, так сказать, окончат авторитаризмом хорошо еще, относительно мягким, думаю, что жестким, а может быть и хуже. Но хочется рассчитывать, что вторую двадцатилетку пройдем и наконец станем, так сказать, народом равным с другими европейскими народами. Нормальным. Игорь Юрьевич, вы сказали, что вот проект Кудрин, он наиболее перспективен. Это с моей точки зрения, я уверен, что есть люди, которые, да, Пьянковский там, предположим, он... То есть когда говорят, что какой-то проект более или менее перспективен, да, значит, есть четкое представление, что это за проект, зачем он создан и к чему он ведет, да. То есть вот если честно, я не знаю, как у Сергея, мне кажется, что вот проект Алексея Кудрина, многие другие проекты, да, они носят какой-то такой декоративный характер просто для того, чтобы занять некую такую нишу оппозиционности, ну, такой системной оппозиционности вроде как. Или заповедные, вот здесь вот на этом кусочке можно, вот здесь вот эхо Москвы, здесь немножко... Да, а какая цель этого проекта реально, да, то есть вот не очень понятно, хотят ли они взять власть, хотят ли они влиять на власть, хотят ли они канализировать протестное настроение, что хочет вообще Алексей Кудрин и вот все остальные. Я думаю, что он сейчас следит за ситуацией в целом, что, собственно, нужно и тем, кто активно себя проявляет. Потому что, с одной стороны, понятно, что он пошел на, предположим, да, демонстрации в попытке быть с теми, кто на Болотной и на Сахарова. Затем стало абсолютно понятно, что происходит откат, и те люди, которые туда пришли из его когорта интеллектуалов, они от этого отшатнулись. Они более с Навальным, Лимоновым, Удальцовым вроде себя не ассоциируют. В принципе, когда запускаешь социологическое исследование людей, думающих, я не говорю про массу в целом, получается ответ такой, что партии надоели, нужны какие-то другие формы и так далее. Какие другие формы, очень трудно себе представить в парламентской демократии, а как еще проводить это? Вот в этой всей мешанине, которая еще к тому же, безусловно, хаотизируется властью специально для того, чтобы не подорвать себя, да, или вернее укрепить себя, вот в этой мешанине надо найти правильный лейтмотив, собственно, чего ты хочешь сделать. С моей точки зрения, ничего не удастся ни Алексею Кудрину, ни его сторонникам, которым я себе причисляю, если не поставить себе задачи к следующим парламентским выборам прийти с чем-то серьезным. То есть это кружок интеллектуалов или в перспективе партии? Нет, в перспективе это должна быть партия. Кружок интеллектуалов, ну, он тоже, конечно, как мы помним по всем тем марксистским фразам, узок круг декабристов, но они разбудили Герцена и пошло-поехало, да? Он тоже важен, но... Ну, сто лет ждать не хочется, пока все... Сто лет ждать никто не будет. Игорь Юрьевич, в продолжении. Да, сейчас мы говорим, что, ну, не надо преувеличивать, да, катастрофичность, там, паничность положения. В конце концов, вот проходят такие школы, семинары, какие-то протесты. Есть новая газета, есть «Эхо Москвы». С другой стороны, да, берем предреволюционную ситуацию, я говорил, партии не было, бизнес не сумел, да, поддержать буржуазную революцию, но, тем не менее, бизнес не боялся поддерживать так называемую несистемную оппозицию. Сейчас бизнес боится поддерживать несистемную оппозицию. Вот это большое боится. Я знаю средних бизнесменов, которые без особой афиши помогают, конечно, всем движениям, как и могут. Но я с вами абсолютно согласен, если подморозка пойдет дальше, если парламент будет действовать так, как он сейчас действует, то за оставшиеся им четыре года они наваляют такого, что, в принципе, мы можем, конечно, оказаться в очень тяжелом положении. Под тяжелым положением, из того, что мне видится, как совершенно реальная перспектива, пессимистичная, но реальная, это аргентизация нашей страны. Аргентина была на пятом месте в мире после Второй мировой войны за счет двух ресурсов нефти, которая у них была, и говядина, то есть все это вот, и голодный мир все это покупал. Аргентина была на пятом месте. Где сейчас Аргентина? И надстройка, и военные, и интеллектуалы Аргентины упустили. Момент, время диверсификации и все остальное. Бразилия вот сверхдержала, можно сказать, Латинская Америка, Аргентина на шестидесятом месте. Мы теряем сейчас год за годом свое международное значение. Самооценку внутри страны, это видно, да, по моим общениям, даже вот с вами сегодня, я уж не говорю, так сказать, в более тяжелых депрессивных регионах России. Мы теряемся. Перспективы тоже неблагополучные, ни демографические, ни технологические, ни инвестиционные. Поэтому или соберемся, и тем путем, которым прошли страны, проходившие положительно, сделаем что-то, или потеряемся окончательно. Провинция Китая, один из вариантов, ну, при всей парадоксальности того, что я сейчас говорю. Или, тем не менее, значит, условно говоря, та же Польша, да, славянская, сложная Польша, взяла, приняла правила, вступила в определенную интеграцию, сейчас прошла кризис лучше всех. Владимир Сорокин, известный всем нам, да, автор Дня опричника и многих других произведений, он же предсказал не только, он в норме многое предсказал, да, за 20 лет до Дня опричника. Ну, у него там два варианта, вот вы их сказали. Один, это Китай, да, такая, российская провинция Китая, российская все-таки, но Китая. А вторая, да, кусок другой становится Восточной Европой. Но я хочу вот о чем вас спросить. Вы, да, вице-президент РСПП, да, вот вы о своих настроениях сказали. Это каково настроение у крупного бизнеса, да, российского? Вот, а не есть это настроение, какие? Самосохранение? Я не буду называть фамилии, но по их поведению приблизительно видно, чего они опасаются, что они хотят сделать. Крупнейшие из компаний, опять не буду аббревиатуры называть, их профит-центр, так сказать, это то, где производится их прибыль, делятся дивиденды и все остальное, находится в Голландии. Также пытаются диверсифицировать все себя. У кого, значит, ну кто не привязан по ресурсам, просто физически не привязан к земле. Поэтому, ну, к сожалению, так это называется хеджировать риски, да, они уходят от этих рисков путем, так сказать, офшоризации, легализации, так сказать, в каких-то других юрисдикциях и всем остальным. Винить их очень трудно, потому что от элементарного рейдерства до наездов родного государства, до, до, до и до, я буду, могу продолжать этот список, им довольно сложно вести здесь бизнес. Однако, среди них есть стопроцентные экономические патриоты России, которые при несколько других условиях, безусловно, чувствовали бы себя вольготнее. Сказав это, я могу вернуться также в середину 90-х или начала 2000-х, когда те же люди, чуть-чуть дай им волю, они практически устроили эту семибанкирщину, попытку, значит, рулить властью так, как им хочется, понимаете? То есть нужно, чтобы и они созрели цивилизационно, и власть созрела цивилизационно. Мы говорим об этом, у нас всегда есть такие страшилки, мы так другую бугаем. Лихие 90. Лихие 90. Оранжевая революция, но вообще оранжевая революция, если уйти от этой паники и психиатрии, которую в школе звучало, Мордовин говорил, если уйти от психиатрии, то оранжевая революция означает бархатная революция, мирная, бескровная. Вот что, на ваш взгляд, хуже было, вот эта семибанкирщина или вот та автократия корпоративная, которая сейчас устанавливается? Ну, автократия корпоративная пока, и надо с этим термином разбираться, если вы имеете в виду полное сращивание государства и государственных чиновников со своими бизнесами, подчинение бизнесов свободно-рыночных, то да, это довольно сложная такая история, которая Корея прошла через чивилизацию, убийство своего президента Пака, дочь которого сейчас стала позавчера президентшей, и так далее, и тому подобное. Это тяжелые случаи. Значит, нам хотелось их пройти легче. В настоящий момент предпосылок к тому, чтобы пройти их легче, они имеются, но они с каждым днем, эта перспектива сужается, с моей точки зрения, в связи с тем, что правящая элита, группа, которая, безусловно, всем довольна, которая, безусловно, живет на очень хорошую ренту, да, она не готова поделиться даже тем небольшим, что нужно для устойчивого развития, для моделей перманентной сменяемости власти, регулярной, вернее, не перманентной, неправильно, регулярной сменяемости власти, то, что держит страну в нормальном состоянии, да. Вот, поскольку не готовы делиться, готовы охранительством заниматься, готовы заниматься тем, чем всегда занималась верхушка, которая не хочет уходить от кормила, я боюсь, что наша перспектива сейчас, вот, в настоящий момент, ну, что я могу сказать, только вот борьба, только борьба, и в конечном итоге, безусловно, еще и внешнее экономическое окружение, и внутреннее, потому что баррель не будет стоить 110 всю жизнь. Игорь Юрьевич, вот все ваши прогнозы, все, что вы сейчас говорите, очень депрессивно, очень. Вы возглавляете, помимо того, что, значит, в РФПП, да, вы еще председатель, значит, правления фонда Индем, да, то есть Индем это все-таки... Инсор, но ничего. Извиняюсь, Инсор, да. Я просто про Индем сейчас... Но с Сатарова мы тоже близки. Инсор, да. И, значит, это интеллектуальный центр, все-таки, да. Если мы смотрим на опыт Америки, да, все равно у нас всегда все сравнивается с Америкой, то и у республиканской, и у демократической партии, да, есть, ну, не один, а несколько интеллектуальных центров, которые предлагают, вырабатывают какие-то решения, да. В России, вот, непонятно, какие это интеллектуальные центры, кто вырабатывает эти решения, да. Есть ли интеллектуальные центры, во-первых, у партии «Единой России», все-таки это, как бы, правящие партии... Или лично у президента хотя бы. Да, или лично у президента. То есть, кто вот эти мозги, которые помогают думать нашим лидерам? В настоящий момент у президента, я так понимаю, есть определенные надежды на АСИ, по-моему, Ассоциации стратегических инициатив или что-то в этом роде. Агентство стратегических инициатив. Там довольно технологично разрабатываются различные блоки вопросов, связанных с экономическим управлением. Но, я так понимаю, что они даже и не заходят на поле политического, так сказать, совершенствования. То есть, того, о чем вы сказали. Общественное сознание, архитектура общая, значит. Они занимаются модернизацией, и этому слову альтернативы пока действительно нет, потому что страна очень сильно отстала в технологическом и другом отношении. Но модернизация исключительно технологической, управленческой и так далее. С моей точки зрения, это совершенно невозможная история, потому что без создания свободного человека, сдержек и противовесов, конкуренции не только в экономической сфере, но и в политической, никуда далеко не уйдем. То есть, кто придумывает политические решения? А политических решений пока никто не придумывает. Я надеюсь, может быть, что... То есть, с этим связана эта ситуация из Государственной Думы, которую вы описываете как угрозу для общества? Да. Дело в том, что, так как захотели создать партию послушных, так как провели в Думу абсолютно послушных, там из молодой гвардии, из других, так сказать, структур, где не IQ оценивали, не прокатывали людей через местные, региональные, подлинные, губернские, да, как делается, а просто назначали лояльных. Оказалось, что эти лояльные не очень умны, абсолютно не образованы, им надо объяснять, что Волга впадает в Каспийское море и так далее, и тому подобное. И вы видите инициативы этих людей. Давайте, говорит, 30% новостей будут негативными, а 70% позитивными. И это мы будем делать, а если журналист этого не делает, он идет на 3 года в тюрьму. Вот последняя из инициатив одного из этих чудных депутатов. Ну, куда дальше ходить? Ну, этот ящик Пандоры, это глупо. Они открыли ящик серости, да, которые большевики, открыв в свое время, уничтожив там ту самую ленинскую гвардию, которая все-таки заканчивала по 3-4 университета, ужаснулись и 37-м годом начали, значит, решать с этой серостью уже, вырубая вырубленной. У нас нет такого возможности, мы уже не можем заниматься репрессиями. Поэтому, как они будут с этой думой? Мы все-таки в РСПП, да, РСПП это не столько общественная организация, сколько все-таки организации очень близко, не только бизнесу, но и власти, да, все-таки это... Ну, верхушка РСПП, безусловно, да. Поэтому вопрос такой, неужели наши первые лица, да, люди, которые принимают там ключевые решения, вот этого всего, что вы говорите, не понимают. А если понимают то, почему ничего не меняется? В исполнительной власти есть немало тех, кто, собственно говоря, на кого еще есть какая-то надежда, безусловно. Я не буду сейчас называть фамилии, но весь блок, за исключением, естественно, Кудрина, который ушел, совершив гражданские поступки, с моей точки зрения, за новейшую историю, по-моему, единственной, да. Вот. Тем не менее, весь блок, эконом-финансовый блок правительства и президентской администрации, грамотные люди, окончившие не одно учебное заведение, прошедшую школу вот эту вот. И поэтому есть надежда на то, что этот блок останется, по крайней мере, в руках тех, кто профессионально понимает, о чем он говорит. Но когда мы переходим к гуманитарному, политическому и так далее, тут начинают быть очень большие сомнения. И трагедия заключается в том, что верховным арбитром до поры до времени был человек, который лоббировал между своими двумя партиями. У него была партия, условно говоря, Грефа Кудрина, и у него была партия Сечина, да. Опять-таки, очень условно, я не хотел бы привязываться к фамилии, но я просто, чтобы было понятно нашим телезрителям. И он опирался на две, с 2000 года. И в этом смысле наша какая-то двухпартийная система существовала, и можно было доносить, лоббировать и так далее. Боюсь, что сейчас после выборов, которые состоялись так, как они состоялись, и пришлось опереться Путину на молчаливое большинство, он склонился в одну сторону. И эта одна сторона начинает сейчас шантажировать, по-моему, его, еще посты, закрепимся, ударим внешнего врага, внутреннего врага. Если он поддастся на это, вот тогда перспектива будет тяжелая. То есть Путин реально верит в то, что он делает, то, что он говорит? Я думаю, что он умнее. Но политика есть политика. Надо опираться на своих, доказавших лояльность, и с ними расплачиваться. В какой-то момент должен наступить предел этой расплаты и начало своей собственной диверсификации, как минимум на те же два крыла. Хотелось бы, чтобы это транслировалось и в парламентскую жизнь. Сейчас мы понимаем, что не хватает просто элементарного уровня IQ в нашей власти. Когда эта ситуация изменится? Изменится ли или это будет постоянная деградация? Вы мне задаете вопрос не по зарплате. Ну там помимо IQ ведь все-таки есть целевые установки. Когда цель совершенно другая, бессмысленно говорить. Ну, заклинаю, да, у нас принято заклинание произносить про демократию, международное сообщество, права человека. Вот целью этой власти. Трагедия будет, если он реально уже устал. Я знаю почему и знаю даже справедливость некоторых его претензий к Западу. Вот так если он реально от него устал, вот как он продемонстрировал в частности и на последнем саммите в Европейском Союзе, то тогда это действительно для нас похоже на предтрагедию, потому что тогда я устал от этих. Что бы я ни делал, что бы мы ни делали, мы всегда там серенькие, плохенькие и плохие. Значит, давайте воссоздавать свой Евразийский Союз, давайте воссоздавать то, что можем воссоздать из постсоветского пространства. Ну и, наверное, давайте прислоняться к могучему Китаю, потому что он не будет нам ставить каждодневные вопросы про права человека и демократии. Но вот тогда тяжелый вариант. Но вопросы Китая, которые может он задать, они не сложнее, чем вопросы о правах человека? В результате, безусловно, но тактически из Шанхайской Организации Сотрудничества можно эфемерно создать наш ответ Европейскому Союзу и НАТО. Вот тогда цена, которую назначат китайцы за это, это будет. Ну, Игорь Ильич, мне кажется, что Китай и Путин гораздо больше боятся, чем... Поэтому так и разговариваются. Вашими бы устами домой... Игорь Ильич, к сожалению, не у нас, а у вас уже нет времени, поэтому мне бы хотелось все-таки, да, в контексте от того, что вы приехали именно в Самару, да, как вы расцениваете вообще, да, какие-то перспективы региональной политики? Что значит в РСПП предприниматели, которых совсем недавно было достаточно в Самаре сейчас уже одной руки, мне хватит для того, чтобы перечислить бизнесмена? Что происходит с бизнесом в регионах? Тяжелая ситуация, все кричат, опора, малый бизнес, деловая Россия, средний бизнес, РСПП, индекс инвестиционной активности падает, мировой кризис, конечно, первая причина, но и собственное поведение второе, да. Предпринимаются какие-то меры, нельзя сказать, что этого не видит власть, сейчас будет Госсовет по инвестициям в регионы, одно, другое, значит, будут наказывать губернаторов за несоздание инвестиционного климата, за неборьбу за инвестиции, которые должны прийти, как внутренние, так и внешние, все вроде бы предпринимается, но дух, общая атмосфера, вот после сиротского закона, ну что я могу, пуссирает, сиротский закон, измена родине, вот это вот все. Ну какой, какой создает это климат у человека, которому там, скажем, 25-30 лет, какие-то есть накопленные деньги, ему говорят, вкладывай, а что завтра? Лучше, может быть, я немножечко маленькую гостиничку в Австрии пока, потом, может быть, вернусь, вот это вот, потом, может быть, вернусь, и незакрытость границы, это основная надежда на то, что при определенном изменении атмосферы в обществе, при несколько других пресс-конференциях, где восемь раз надо отвечать на один и тот же вопрос, доколе? Игорь Ильич, ну раньше Самара, да, произносили имя Константина Титова, он посмел даже на президентские выборы выставиться, потом его, правда, обвиняли, что Самара начала терять какие-то преференции. Сегодня, да, это был такой либеральный облик региона, хотя несколько преувеличенный все-таки. Сейчас Самара, Самарской области для вас с чем ассоциируется? С бизнесменами, с деятелями, с губернаторами? Ну, честно вам скажу, как для москвича, это относительная история успеха, когда все-таки гибнущий гигант последними усилиями наших инвестбанкиров в верхушке политической поженен с Рено и занял все-таки небольшую, но нишу малого автомобиля в отечественном производстве. В этом смысле вы, если мы берем черно-белое панно, вы все-таки в зоне, тяготеющей к белому. Однако я слышу то, что вы говорите, и не могу это игнорировать. У нас был центр ЭРТ, да, экономики, этики, эстетики, да, экспертизы, и Ю, потому что в гостях у нас был Игорь Юрген. Спасибо, что нашли время вырваться от лидеров вот сюда к нашим телезрителям. Спасибо большое. Спасибо.